Я бы хотел еще задать вопрос, какие ты можешь назвать характерные черты или как бы важные черты модернистского, такого современного христианства, которые не являются хорошими, естественно. Ну я назову, наверное, одну черту, самую такую сильную черту, которую я вот в своем богословии, в своих насуждениях называю сам себе Папа Римский, каждый сам себе Папа Римский. Что это означает? Это полное отсутствие вообще любых авторитетов, то есть начиная с авторитета Священного Писания, кончая авторитетом Пресвятеров и авторитетом Церкви. Ну где-то мы, по-моему, уже какие-то беседы с тобой этот вопрос затрагивали. Мы затрагивали такую мысль, но ему еще раз можно повторить, что таким образом человек берет лечение своей души в свои руки. Я врач. Я врач. Он пропускает все повеления через фильтр собственного сознания. То есть то, что он одобряет, он пропускает, что он не одобряет, он не пропускает или корректирует. Вот. И это одна из ярких, ярких примеров, но это из ярких таких вот признаков современной церкви. То есть человек в полное отсутствие какого-либо авторитета. То есть он уже говорит, например, в Библии так написано, он говорит, ну это там надо вот понимать так или иначе. А кто так, ну почему ты считаешь, что ты правильно понимаешь? Ну да. Вот потом в церквах, например, Пресвитер что-то сказал, и это воспринимается как рекомендация. Не как повеление, а как рекомендация. Апостол Павел пишет, Пресвитер имеет право запрещать. Вообще трудно даже себе представить, что человек что-то запретил, да? А кто мне будет запрещать? Или он должен запрещать то, что написано в Слове Божьем. То, что я понимаю. То, что я понимаю. А что я не понимаю, не должен запрещать. Вот. Это явный, явный такой отход. Но кто-то говорит, ну а Пресвитер, вдруг он запретит что-то неправильное там, или вдруг он запретит то, что мне навредит. Или, а вдруг вот, например, там церковь скажет то, что это не истинно. Какая-то определенная логика таких насуждений есть. И есть опасность, например, подпасть под авторитет человека и таким образом навредить самому себе. Но это как исключение. А как практика, в общем-то, должно быть послушание старшего и младшего. По крайней мере, это плохое авторитет. Ну какой-то должен быть хороший, да. И может быть, что все плохие. И скорее всего в беседах с такими людьми, скорее всего выясняется, что хороший авторитет только один. Это он. Он и есть. То есть да, он. Вот это место вот так понимается, а вот это место так. А почему ты считаешь, что это место так понимается? Ну а как иначе его понимается? Или, например, кто-то говорит, а вот так нельзя делать. Ну это мало что он вам говорит, а я считаю по-другому. То есть в конечном итоге человек считается как штат папыринский. Издревлее желание сатаны сеять людей, сеять христиан как пшеницу. Желание Христа собрать их даже не вместе, а в одно. То есть вот если пшеницу представить, то сатана хочет их разбросать, пшеницу. А Христос не хочет просто пшеницу вместе собрать в один мешок. А он хочет из них один, я бы сделал. То есть вот это вот единение, оно очень сильно в человеке, в церкви должно быть. Должно быть полное согласие, полное подчинение одного члена другим членам. А сейчас это не происходит. Раздробление наоборот происходит. Раздробление полное. Они в одной церкви, в одном зале, но они... Не имеют друг к другу отношения. Да, они мыслят так вот, как я мыслю. Я все проверяю с собой. Вот представитель сказал, у этого мне мыс понравилось. А это вот не, это мыс плохая. Получается, что это нет авторитетов, просто нет авторитетов. Хорошо, Денис, а вот еще можно это как бы связать с такой мыслью, что это все зиждется на почве, на почве. Ну, это может быть не то, что на почве зиждется, а это похожая, похожая черта, вот подчеркнутый индивидуализм. Индивидуализм. То есть, когда человек, вот это опять же в в том желании, что он сам для себя является авторитетом, он всегда подчеркивает его личные отношения с Богом выше, чем что-либо еще может быть. Таким образом, личное откровение, личное понимание священно-описание, личное ощущение какие-то, личные чувствования, все личное. И он эти личные, все личное, ставит выше чего-то вне его личности. Вот даже, например, если текст священно-описания говорит конкретно, прямо, независимо от твоей личности, то человек называет это буква. А вот то, что мне открыто, лично, это дух. Это же ложная идея, абсолютно ложная. Вообще, если смотреть священно-описание, то мы там найдем единичные тексты, единичные Нового Завета, где обращение идет к конкретному человеку. Например, послание филиппийцам. Ей прошу тебя, истинный сотрудник мой, подвязайся, помогай им подвязавшимся в благоуствовании. Или Титу пишет, для того я оставил тебя на крите. Ну или еще несколько мест священно-описаний, там Тимофея, апостол-паводобства. И все эти места, они, в общем-то, не очень сильно относятся к спасению человека, к его духовному росту. Хотя есть такие места, например, Тимофей, занимаясь этим постоянно, таким образом и тебя спасешь. Но в основном все места говорят о церкви. Вы, вы, вы храм живущего в вас Святого Духа, вы, вы и церковь, церковь, церковь. И написано, Христос говорит, я создал церковь свою. Более того, вот эта фраза, я создам церковь свою, кто-то говорит, ну да, Христос создал церковь свою, но помимо этого, он как бы еще нас спасает. А есть текст Священного Писания, который говорит конкретно о том, что в создании церкви и есть цель прихода Христа на землю. Именно цель. А этот текст говорит так, Христос пришел для того, чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино. То есть это его цель сделать церковь. Других целей у него нету. А почему у него цель сделать церковь? Потому что через церковь спасение. Ну да. Христос спасает церковь. Он не спасает каждого отдельного человека. Он спасает каждого человека в церкви. Да. И поэтому мы должны дорожить церковь, любить церковь, трепетать перед церковью и так далее. Потому что Христос глава церкви, а не глава индивидуальности. Но есть место, например, что к всякому мужу глава Христос. Но там имеется немножко другая мысль. А когда и речь идет о спасении, то идет речь именно о том, что мы должны быть в цели Христовом в церкви. В данном глава. Вот там глава Христос. И вся церковь ему в подчинении. Вот. Поэтому, конечно, мы индивидуально имеем общение. Каждый из нас может молиться. Нам не нужен другой предпосредник между Богом и человеком. Да. И так далее. Но, тем не менее, мы должны понимать, что мы должны быть в единстве с церковью. Если у нас в единстве с церкви нету. И я не имею в виду только поместную церковь. Я имею в виду поместную церковь. И плюс вообще саму вселенскую церковь, которая от создания своего Христом, она явно прослеживается. Явно прослеживается. Через века она прослеживается. И мы должны быть едины. Например, вот допустим, одно из явных таких вот черт вселенской церкви, это гонение за истину. И за праведную жизнь. И за праведную жизнь. Да? Это же явно, да? Во все времена, можно спорить об иконах, можно спорить, можно спорить о разных местах Священного Писания и все. Но мы явно понимаем, что истинная церковь, ее дух какой. Она как бы, вот именно, получается, как духом, духовно, она в рождебном миру. В рождебном миру, да. Она не может быть. Следовательно, если мы находим какую-то церковь, которая не только негонима, но и саму идею гонения не воспринимает. Да, наоборот, противиться. Наоборот, противиться. Говорит, что это неправильно. Сто процентов, эту церковь даже и рассуждать не надо. Она не в единстве с церкви вселенской. А не будет двух восхищений для двух разных церквей, понимаешь? Ну да, отлично мысль. Отлично мысль. Поэтому важно быть в единстве. И наша индивидуальность, она подчеркивается единством нашим. Это очень важно. То есть наша индивидуальность, она, вот даже тоже этот момент такой, потому что харизматы часто подчеркивают штуку идею для человека. И почему она привлекательна? Она говорит то, что Бог хочет твою личную мечту, чтобы она осуществилась. То есть, ну вот эти современные харизматы, они больше апеллируют к планам, к человеческим мечтаниям. Ну человек же имеет какие-то мечты, да, иметь какие-то свою реализовать себя, да, реализовать себя в этом мире, да. И они, ну как бы, говорят о том, что Бог хочет, чтобы ты реализовал себя. Ну и естественно реализовал себя как-то. То, что у тебя пришло в голову, то, что ты захотел, да, то, что тебе хочется, то, что, может быть, ну не является прямым грехом, но реализовать себя, да. А мы понимаем, что реализовать себя, ну как бы для христианина реализовать себя это стать похожим на Христа. Это главное, да, правильно же? Это же мечта, да? Да, конечно. И ты не можешь это просто достичь этого через то, что ты просто сам индивидуально молишься и тебе Бог открывает. Помазание находится на церкви, а не, ну как бы, на, по крайней мере, на группе, на братьев и сестров, не на одном человеке. Так же? Ну да, написано, вот овечка откололась, там помнишь, она ушла, да, овечка. Пастор взял ее на руки и принес куда? В стадо принес. То есть не книги? Да, он не отдельно с ними шел, он в стадо принес. То есть, прообразы церкви по всей книге Библии, по всей книге. Даже вот тело, наше тело, это прообраз церкви, да. Вот, например, у меня большой палец, он отличается там от указательного или мизинца. Они отличаются друг от друга. В этом их индивидуальность, но их индивидуальность подчеркивается их единством. Если палец отдельно лежит на столе, то он не индивидуален, он просто мертвый. Хороший пример. И его индивидуальность, она никому не нужна. Ну да. А индивидуальность частей тела, она подчеркивается единством. То есть без единства с церковью индивидуальность это смерть. Вот, кстати, знаешь как, это даже проявляется не только в церкви. Например, вот человек, вот художник, да, вот он, вот его, ярко индивидуальный художник, да, яркий индивидуальный. Но в любом случае он должен быть связан с искусством. Если он не умеет рисовать. Да, как Остап Бендер, да. То есть он нарисовал там какое-то пугало, а потом когда его погоняли, он говорит, давайте спорить, я так вижу мир и так далее. То есть человек, который никак не связан со искусством, он не может быть индивидуален. Индивидуален может быть только человек, который в единстве с другими. То есть он может быть индивидуален, но это индивидуален не в христианстве, не во Христе. То есть я имею ввиду, человек может быть, ну как Гристос Бенделл, он может быть индивидуален, но не художником. Но он не художник, да. Так и здесь. Получается, некоторые говорят, как апостол Павел говорит, что будто бы мы так учим. Он говорит, что мы проповедуем, что все были одинаковые, там ходили, одинаково потупив голову, смотрели вниз, мысли одинаково, что облоны мысли. Мы так не учим. Ну и как бы что, рабское мышление? Да ни в коем случае. В церкви разные члены церкви должны быть. Один образованный, другой не очень. Третий все умеет, разговорчивый, четвертый молчаливый, пятый какой-то еще. У одного мысли такие, у другого такие. Павел говорит, что бывают разномысли, чему я и верю, потому что так и должно быть. Но вот эти все, как бы, вот эти вот пучки, да, они произрастают из одного центра. Как бы их индивидуальность, она подчеркивается единственным. Они друг другу нужны. Ну да. Вот симбиоз, вот в биологии есть такое понятие симбиоз. И когда я считаю определение, там написано, что симбиоз это сосуществование двух организмов, причем двух разных организмов, даже не связанных между собой, ну в смысле не родственных между собой. Сосуществование таким образом, что они извлекают пользу друг от друга и, важное дополнение, и жить без друг друга не могут. Понимаешь, индивидуально, вот, ну допустим, шиповник и роза, да, шиповник сажают колешком, колешок сажают, а розу прибивают к шиповнику, так? Да. Вот, получается, что это вообще разные растения, но они друг друга дополняют. Каждая из них свою индивидуальность сохраняет. Шип, это корень, он вообще не похож на цветок. Да. Он индивидуальность свою совершенно сохраняет, он индивидуален от цветка, но они в единстве друг другу помогают. А харизматические лидеры, или вообще другие, они проповедуют индивидуальность, которая сама, как бы, сама цель. То есть, ты индивидуален, и ты должен быть индивидуален, то есть, никак вообще с другими не связан. Твоя индивидуальность, она должна войти, органически войти в единство всех. Ну да, да. Вот в чем смысл индивидуальности. Иначе, зачем она вообще нужна? Как бы, индивидуальность сама по себе, как сферический конь в вакууме. То есть, кому он нужен там, понимаешь? Ну да, да, да. А вот именно, что Христос хочет сделать человека индивидуальным внутри целостности церкви. Все понятно. И, соответственно, можно даже так сказать, что когда человек, ну, говорит, человек индивидуален до возрождения духовного, не имеющий общения со Христом, не имеющий приобщения с Богом, у него тоже есть какая-то индивидуальность, да? Но когда он раскаивается, когда он познает, что такое Евангелие, когда он отвергает себя, то ему открывается уже индивидуальность нечто другая. Она уже, как бы, обрезанная индивидуальность. То есть, она та индивидуальность, которая питается от ветхой природы. Слушай, да, это все так, но вот для зрителей, может быть, попроще пример. Смотри, вот, допустим, возьмем абсолютно полную темноту, вообще ничего нет абсолютно, да? И вдруг, ну, какая-то горит свечка, например, или просто свет зажегся. Вопрос, яркий это свет или не яркий? Так кто его знает, яркий или не яркий? Нужно, чтобы другой был свет, чтобы сравнить. Ну, да. То есть, человек обособленный совершенно, он не может быть индивидуальным, потому что индивидуальность подразумевает других. А, ну, да. Понимаешь эту мысль? То есть, человек абсолютно индивидуальный, он не индивидуален, а он одинок. Ну, да. Вот в чем смысл. Поэтому истинная индивидуальность, она проявляется только в единстве. Настоящая индивидуальность. Ну, кстати, это интересно подтверждается, потому что большинство харизматических лидеров умирает в одиночестве. Вот это, кстати, интересно. Да. Вот сколько я не читал разных биографий, великие люди, ну, как бы харизма, да, у которых была какая-то, они могли за собой повесить толпы, они умирали в одиночестве. Тоже, возьми, тоже Наполеона. Да. Ну, да. Возьми из таких харизматических, там есть, был такой Дауи, там вообще там исцеления были, там все. В конечном итоге он город, все он построил в Америке. А в конечном итоге он умер, но он последние свои там года, ему он никому не был нужен, потому что, как бы, опять же, вот это желание человека создать что-то свое, она его отделяет от всех. Отделяет, сто процентов отделяет. Да. И если сейчас он на горе какое-то время, то пройдет 10, 20, 50 лет, и он никому, может, не нужен. Вот сейчас лидер, например, еще пока неувидающая звезда, да, харизматия, да. Но может прийти время, когда он станет старый, да, появятся новые лидеры, которые вообще, опять же, руководствуются с его идеями, они постараются от него отчепнуться, чтобы свою индивидуальность проявить, да. Потому что это его же идея, потому что это его же идея, и он уже никому не будет нужен. И так же случится со всеми, правильно? Сто процентов. У меня даже вообще никаких сомнений по этому возникли. Да, это интересно. Да, то есть, еще раз это можно сказать повторить, что индивидуальность, она, когда, она и проявляется только, когда человек един с кем-то. А иначе, почему за индивидуальность? Это просто одиночество. Это консервативно. Верующих иногда даже бывает такое мнение, что не надо читать философов христианских, не надо читать какие-то мнения. Богослов. Богослов. Почему? Потому что ты станешь такой же, как они. Ты будешь под их влиянием. Ты будешь под их влиянием, у тебя собственных мыслей не будет и так далее. А ты замечал, что абсолютно наоборот. Человек, который ничего не читает, у него своих мыслей нет, одни штампы. Я что хотел сказать? Я на практике просто видел. Человек, который не читает, человек, который не вникает, человек, который говорит, что у меня своя голова на плечах, обычно в этой голове ничего нет. Она своя, но она гримнет, когда это несешь. А человек, который читает, который не доверяет своему незнанию, который не боится подпасть под влияние, например, философа, и у него такие мысли, понимаешь, грозди мыслей, казалось бы, он очень индивидуальный становится, он такой яркий, проповедник яркий, мысль яркий, казалось бы, почему, он вроде как бы стремится к единству с чем-то, и в то же время, стремясь к единству, приобретает индивидуальность, а человек, стремящийся к индивидуальности, получает в лучшем случае пустоту, в лучшем случае он просто становится одиноким человеком, вот почему-то, это тот же самый принцип, я сколько раз слышал, не надо читать, не надо читать, ну ладно, на чужих мыслей не хватаешься. Или, например, некоторые говорят, там нет духа, открывает все, зачем мне... И обычно этот дух почему-то открывает что-то примитивное, неправильное, глупое даже, а человек, например, наоборот, желающий как бы вникнуть в то, что до него говорили там древние, или другие даже братья и сестры, обращать внимание на чужое мнение, вникнуть в священное писание, и вдруг он не становится серой массой такой, как все, а вдруг он становится ярким человеком, потому что вот индивидуальность появляется, когда человек стремится к единству, тогда появляется индивидуальность. Вся. Просто мысль сильная. Хорошо.